После того, как шейх Раэйб объявил своей жене развод, в первый раз сказал ей, уходи в дом своих родителей. Она ответила, я никогда не уйду в дом своих родителей и никогда не выйду из этого дома живой. Он ей сказал, я тебе объявил развод, ты мне больше не нужна, уходи из моего дома. Она ответила, я не уйду, ты не можешь меня выгнать, пока не пройдет срок Идда, время, в течение которого женщина после развода не имеет права выходить замуж. И ты должен содержать меня. Он сказал ей, это дерзость, наглость и бесстыдство. Она ответила, я наказываю тебя не больше, чем слово Аллаха, свят он и велик. О пророк, когда вы даете женам развод, то разводитесь в течение установленного срока. Введите счет этому сроку и бойтесь Аллаха, вашего Господа. Не выгоняйте их из домов и пусть они не выходят из них, если только они не совершат явную мерзость. Таковы ограничения Аллаха. Кто приступает к ограничению Аллаха, тот поступает несправедливо по отношению к себе. Ты не знаешь, что Аллах, возможно, после этого решит иначе. Сура развод, аят первый. Тогда он сильно встряхнул свою абаю, верхняя одежда, и в гневе повернул спять, недовольна бармача. Ничего. А она улыбнулась, и как будто бы ничего не произошло. Собралась с духом и поступала далее таким образом. Ежедневно, намеренно окуривала дом благовониями. Одевалась в самые красивые одежды, душилась духами, садилась на его пути при входе и выходе из дома. Шейх Раэйб не смог выдержать этого более пяти дней, как захотел вернуться к ней обратно. И в один из дней она задержалась с приготовлением ему завтрака. На что он сказал ей грубо. Это небрежное отношение к твоим обязательствам предо мной, и подобное не является поведением верующей женщины. Она сказала ему. Ищи своему брату верующему 70 благих причин. Благое рассуждение о человеке из наилучших качеств и является спокойствием души и чистотой религии верующего. Тот, кто благо рассуждает о людях, получает их любовь к себе. Тогда он сказал ей. Этот разговор не оправдывает твое упущение. Неужели ты будешь довольна тем, чтобы я уходил не позавтракав? Она ответила. Из качеств истинного верующего довольство тем, чем наделил его Аллах, свят он и велик, если даже и мало. Пророк, мир ему и богословение Аллаха Всевышнего сказал. Приуспел тот, кто принял ислам, был наделен достатком и удовлетворен Аллахом тем, что дал ему. Он сказал, я не буду ничего есть. Она сказала ему, ты не внял уроку. Шейх не обратил внимания на слова своей жены и вышел рассерженный из дома. Он не разговаривал с ней даже после того, как вернулся домой. А ночью лег отдельно от нее, на полу, рядом с кроватью. Так продолжалось десять дней и ночей. Жена днем готовила ему есть и пить, занималась своими обычными делами по дому. А ночью снимала себя рубаху стыда и, нарядившись как можно красиво, надушившись духами, ложилась спать в своей постели, не роняя специально ни одного слова мужу. В одиннадцатую ночь он, как обычно, лег внизу у кровати, а затем поднялся на нее. Жена рассмеялась и сказала, ты почему поднялся? Он ответил, я опрокинулся. Она говорит, но ведь опрокидывается обычно сверху вниз, а не снизу вверх. Он, улыбаясь, ответил. Магнит, находящийся над кроватью, сильнее земного притяжения. Затем, заливаясь радостью, сказал. Если бы все женщины были такими, как ты, Онаджия, мужчины не разводились бы со своими женами, и все проблемы в домах были бы решены. Ты для меня, Онаджия, была очень хорошей опорой в богоугодных делах, да вознаградит тебя Аллах лучшей наградой, и да не разлучит нас Аллах никогда. Таким образом, побеждает благоразумие и мягкость над яростью и гневом. Наджия обладает эмоциональным и социальным интеллектом. А знаешь ли ты, что внутри каждой женщины есть Наджия? Каждая женщина, обращающаяся в молитвах к своему Господу, является Наджией. В переводе – шепчущая в молитвах. Стремящаяся спастись от этого бренного мира и получить обители рая Эдема. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok